Глубоко уважаемые коллеги, предел зал, но все-таки я прочту эту лекцию. Мы уже говорили о редком в редком, сложном в сложном, а теперь и о странном в странном, можно так сказать. Занимаясь костной патологией уже много лет, я бы сказала, что есть две опухоли, которые составляют такую интригу. Это адамантинома и хардома. Если мы говорим о первичных костных, то, конечно же, хардома и опухоли натохорды – это то новообразование или те новообразования, которые развиваются из натохорды, а располагается эта структура в позвоночнике. Итак, опухоли натохорды. Как и все, доброкачественные, злокачественные новообразования, и это отражено в последней классификации Всемирной организации здравоохранения. Банально, но я хотела бы напомнить, что мультидисциплинарный подход – это та основа, на которой строится своевременная и грамотная диагностика в области костной патологии. Итак, почему тут такие странные структуры? Это физалия или физалиформная, когда морфолог или цитолог. Морфолог – это тот человек, который смотрит и описывает. Когда мы в микроскоп видим эту клетку, то она действительно очень своеобразная, она напоминает физалий. Это хотите цветок, хотите медуза, но это действительно клетка, которая напоминает эти структуры. Доброкачественное новообразование – это эхадроз физалифора. И в нашей стране это исследовалось очень мало, а за рубежом есть публикации, что это довольно частое явление. Если это специально исследовать, то у многих, в данном случае уже не пациентов, такая находка является обычной находкой в структурах позвоночника. Таким образом она выглядит. Это довольно четко отграниченная структура в позвонке. Это является одним из патогномоничных симптомов и то, как она определяется. Что важно, здесь много говорилось о краях резекции, как хирург видит новообразование. Так вот необходимо отметить, что доброкачественные новообразования нотохорды, они не имеют четких границ. И если мы смотрим на структуру позвонка, то между пробекулами костный мозг практически не отличим от вот этой структуры, доброкачественной структуры, доброкачественной опухоли нотохорды. Она гистологически выглядит, как жировая ткань, большие крупные клетки с мономорфными ядрами и нет четкой границы с обычной губчатой костью. Поэтому иной раз хирург удаляет опухоль, но он не видит ее границ. И, конечно же, здесь большую роль играют дополнительные методы исследования. Этот маркер брахиури, который нам весьма помогает. Если же мы говорим о злокачественной опухоли, то в современной классификации появилась как бы новая градация. Это низкодифференцированная хардома. Мы всегда говорили о классической хардоме или конвенциональной. Всегда говорили о хондроидном варианте хардомы. Вот появилась еще градация низкодифференцированная. Дедифференцированная она была известна. Это педиатрическая саркома. И крайне редкое заболевание – это практически казуистика – экстрааксиальная хардома. Нам удалось проанализировать 80 сакральных хардом. Сакральных имеется в виду не сакральных, а которые развиваются в кресце. Это большой материал, это материал онкологического центра. И результат очевиден, что в основном это конвенциональные опухоли. Хондроидных меньше, низкодифференцированных еще меньше, но мы их выделили. Дедифференцированных у нас детского отделения, где мне приходится сталкиваться с биоптатами, мало. Поэтому дедифференцированных хардом немного. И экстрааксиальная хардома была как пример из другого учреждения, как консультативный случай. В Соединенных Штатах это 300 новых случаев в год. Сколько вам в России, мне не удалось точно найти таких данных, но, соответственно, думаю, примерно в два раза меньше. И все равно это более 100 новых наблюдений в год фиксируется хардом у нас в стране. Основные признаки, на которые мы ориентируемся, это чрезвычайно важно. Если мы говорим о рентгенологии, то это, если это доброкачественный процесс, то он локализован, он имеет четкую границу, он, как правило, склерозирован. При Т1 сигнале МРТ сигнал слабый, при Т2 сигнал интенсивный. Если же это злокачественное новообразование, оно большого размера, оно разрушает кость. Как правило, это очаг литический. Он сопровождается мягкотканным компонентом и прорастает в соседние органы. Если мы говорим о гистологических особенностях, то доброкачественное новообразование натохорды – это диффузные расположенные растительные клетки, которые могут располагаться совместно с жировыми клетками костного мозга. Отсутствует ядерная АТП, матрикс этих клеток скорее гранулярный, чем миксоидный, и цепочки характерные этих растительных клеток мы тоже не наблюдаем. Сохраняется торбикулярная структура кости. Крайне медленный рост и отсутствие активности остеобластов и остеокластов. Это те признаки, на которые мы ориентируемся микроскопически. Если же это злокачественное заболевание, то характерное дольчатое строение, плеоморфизм – один из основных признаков, на который мы ориентируемся. Деструктированный рост. И торбикулярная структура кости, на которую мы всегда обращаем внимание, если мы рассматриваем плоские кости, она полностью замещается опухолевой тканью. Рентгенологическая картина, как правило, литический очаг. Для хардома это чрезвычайно важно. Опухоль крупная, она разрушает кость, и мы почти в 100% случаев видим мягкотканный компонент. Приходится дифференцировать, но не во всех наблюдениях хардому с хондросаркомой, с хондробластическим вариантом остеосаркомы. Но, как правило, вот эти признаки – крупный опухолевый узел, характерная локализация, литический большой очаг, мягкотканный компонент – во всяком случае заставляют нас хотя бы поставить это заболевание в дифференциальный диагностический лист. А дальше уже начинается работа морфолога. Довольно простая модель, как панель иммуногистохимических маркеров нам подсказывает и позволяет отдифференцировать хардому прежде всего от хондросаркомы или метастаза эпатериальной опухоли. И, конечно же, брахиури. У нас в отделении этот маркер есть, и он нам очень помогает. Итак, хардома. Вы видите вот эти необычные растительные клетки. Они действительно такие какие-то вакуализированные, с просветленной цитоплазмой, они формируют цепочки. И, казалось бы, их очень просто определить. Но, уверяю вас, если это маленький пункционный тонкоигольный биоптат, хондроидную хардому отличить от хондросаркомы, тем более миксоидной, крайне сложно. И именно в этих случаях нам приходит на помощь маркер брахиури, который является достаточно и чувствительным, и специфичным для этой опухоли. Существует ряд случаев, когда маркер брахиури будет положительным. Это эмбриональная, здесь представлены эти опухоли, это прежде всего семенома, эмбриональная саркома, мелкоклеточный рак легкого также может экспрессировать брахиури. И эмоциноидная аденокарцинома. В данном случае пример метастаза рака предстательной железы, который микроскопически было крайне сложно отличить. И маркер, простатический специфический антиген помог нам поставить правильный диагноз. Миксоидная хондросаркома – это именно та проблема, с которой мы наиболее часто встречаемся, потому что при тонкоигольных биопсиях практически невозможно отличить клетки миксоидной хондросаркомы или миксоидного варианта хардома. Дедифференцированная хардома – это опухоль злокачественного, которая встречается в детском возрасте. Таких наблюдений у нас крайне мало. Спасибо. Это один из этих примеров. Это девочка трех лет. Вы видите опухоль дольчатую, которая представлена разрастаниями клеток, которые не формируют характерные сенсиальные цепочки. Выглядит как низкодифференцированная саркома. Но, несмотря на то, что диагноз этот был сложен, при помощи рентгенологических методов и иммуногистохимических удалось нам поставить диагноз. Тут очень важно, что в дедифференцированных хардомах возникает потеря маркера ядерного ИНИА-1. Это также является одним из важных диагностических критериев. И вот это чрезвычайно редко встречающаяся опухоль, экстрааксиальная хардома. В данном случае это пациентка 30 лет, которая достаточно долго жаловалась на какие-то неопределенные симптомы в области колена. Важно здесь отметить, что хирург не мог точно сказать при удалении этой опухоли, здесь есть гистологический препарат, он не видел границы вот этой удаленной опухоли. То, о чем я говорила, что опухоль располагается таким образом, что ее крайне сложно определить. Но маркер Брахи Уни нам помог, и нам удалось поставить правильный диагноз. Я не могу не вспомнить нашего ментора, вот с доктором Парком, доктора Уни, который работал в ту эру, когда еще не было иммуногистохимических маркеров, и он всегда говорил, что самый главный и специфический маркер – это хороший препарат гемотоксилина Азин. Я хотела бы поблагодарить всех коллег, которые активно участвуют в разборе наших случаев. У нас ежемесячно проходит костный клуб, к нам приезжают коллеги из-за рубежа. И благодаря именно такому углубленному и заинтересованному и мультидисциплинарному подходу мы каким-то образом продвигаемся, и все меньше и меньше возникает ошибок, а сложные случаи, они все равно, конечно, в нашей жизни встречаются. Итак, хондроидный вариант хардомы сложно, додифференцированный вариант – это педиатрическая патология, и экстраксиальная хардома встретилась нам всего лишь в одном случае. Ключ к диагностике, опять же, мультидисциплинарный подход, редкая крайняя опухоль, и дополнительные иммуногистохимические и молекулярные методы помогают нам вовремя правильно поставить диагноз. Такой краткий экспорс. Спасибо за внимание, и еще раз большое спасибо за возможность поучаствовать в этом прекрасном конгрессе и встретить добрых друзей в том числе. Большое спасибо, Елена Владиславовна. У меня вопрос такого плана. Курсный клуб, который у вас существует, он сколько уже работает? Два года. Два года. Замечательно. Вы знаете, вот что бы я хотел прокомментировать, вот глядя на ваш доклад, то, что вот такого типа сообщения, они, естественно, являются эталоном, который практически записывается в наш архив, в видеоизображение, потому что, естественно, что клиницисту не так просто воспринять все то, что говорит морфолог, но, тем не менее, вот те картинки, которые в хорошем качестве, в хорошем изображении, и самое главное, что картинки, которые подтверждены вот таким вот коллегиальным решением, что да, действительно, это препарат тот, о котором мы говорим, ведь это же тоже проблема большая, потому что мы на сегодняшний день действительно имеем атласы, значит, классификацию ВОЗовскую, на которую мы можем ориентироваться, посмотреть там маленькие сканы, маленькие, значит, картинки, но они не всегда бывают информативны, и если мы имеем возможность действительно перед собой иметь препараты верифицированные, это, я считаю, просто такой вот эталонный вариант. Вот, поэтому, значит, я хотел в продолжение вот своего вопроса о костном клубе, значит, ну, для всей аудитории сказать, что Сергей Владиславович, мы поддерживаем действительно уже, мы тоже уже второй год, да, у нас нет, не второй год, третий год, да, третий год, да. Мы практикуем проведение в сибирском регионе нашем морфологических школ, и вот тот формат, который мы выбрали, по сути дела, я считаю, что он является, ну, превосходным. Почему? Потому что это не только мое мнение, а мнение моих коллег из всего сибирского региона, кто приезжает на эти школы. Вот, и обязательно, конечно, нам надо продолжать это движение. Ну, если позволите, несколько комментариев. Во-первых, не спешите покупать вузовскую классификацию 2003 года, потому что великие миры сего собрались, и буквально через от трех до шести месяцев, они так обещают, будет новый выпуск вот этой синей книжки. Это раз. Номер два. Я сама ничего не придумываю. Я ворую идеи за рубежом. Вот говорю вам честно и откровенно. И поэтому вот этот костный клуб, о котором мы сейчас сказали, это действительно совершенно волшебное и очень простое изобретение, когда одновременно морфолог, он ставит в микроскоп стекло, и сразу это обсуждается. И если мы в книжках смотрим годами картинки и знать не знаем, что есть что, то, конечно, для того, чтобы хоть как-то глаз привык и начал понимать, что происходит, это очень сложно. Но мне встречались такие специалисты и рентгенологи, и хирурги, которые реально могут оценить помимо своей специальности еще и вот… Во всяком случае, они очень хорошо ориентируются в смежных. Это только практика. Еще раз спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok